Вы что? Внимание, внимание! Человек! Я вам не верю! Будьте, как бред! Положь птичку! Я муданзян взял! Ну, не верю! Эльдар Рязанов, режиссер, оставивший после себя рекордное количество любимых комедий. Фу! Отпад! Это счастье режиссера, человеческое счастье, когда ты уходишь, а твои произведения живут. Ау! Аааа! Кам! Кам! Бокал! Отойдите! Подождали, пока я уйду! У Рязанова блистательно получались и комедии, и драмы. Но какое бы кино он ни снимал, в нем обязательно была любовная линия. Иногда забавная, иногда пронзительная, а иногда и трагическая. Я люблю вас! Я люблю вас! Лжете! Я люблю вас! Лжете! Я люблю вас! Я совсем была не героиня Островского, вот совсем. Я приехала, ну, в рваных штанах. Человек, который сам никогда не любил, вряд ли бы смог так точно и тонко показать любовь на экране. Кто же вдохновлял Эльдара Рязанова? Кто был его музой? Да, у матери Сальдар Саныч был долгий роман. Мы впервые расскажем о личной драме Эльдара Рязанова и о том, что помогло ему вернуться к жизни и профессии, без которой он не мог жить. Я бы должен сказать насчет любви. У меня есть такая точка зрения, понимаете? Любовь – это такое чувство, которое, к сожалению, испытали далеко не все люди, прожившие на Земле даже длинную жизнь. Надо уметь сдерживать чувства. Зачем? Не слишком ли часто в жизни мы сдерживаемся? Самое любимое зрителями комедии Рязанова «Ирония судьбы» или «С людким паром» ему пришлось отчаянно отстаивать у чиновников от кино. Так вначале им не понравился Андрей Мягков. Посмотри на него, какой он несимпатичный. Он просто отвратителен. Нет, это спорный вопрос. Когда Эльдар Александрович показывал пробы в Госкино, то председатель Госкино сказал, «Эльдар, хорошие пробы у тебя, утверждай, кого хочешь, но вот только не Мягкова. Ты понимаешь, в чем дело? Он пьяный. Он даже на пробах пьяный. И это видно. Но вот это, Эльдар говорит, вот это меня и заставило тебя утвердить на роль». «Не надо фамильярности». Дело в том, что действительно, вот, знаете, залезть в кровать, в чужую вообще, хамить хозяйки, понимаете, это может любой артист. А вот оставаться при этом обаятельным, милым вообще, и доставлять зрителям радость и нежность вообще, то есть это была очень задача невероятная, и вот это ему удалось просто прекрасно». «Не, слава!» «Пришну!» Придрались чиновники и к исполнительнице главной женской роли в фильме – Барбари Брильски. Рязанову пеняли. Неужели он не мог в своем отечестве найти подходящую актрису? А он отвечал – не мог. «Начнет выпытывать купе курящее про мое прошлое и настоящее. Наврусь три короба, пусть удивляются, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я вас не касается». «Сначала я думала, что буду играть учительницей польского языка. А где-то начальство сказало, зачем нам польский язык? Она будет учительницей русского языка. А насколько русского языка, мой акцент, я не могла ни говорить, ни петь, ни… и так далее. И Тауизина это сделала прекрасно». «Это не Ипполит. Это совсем незнакомый мужчина. А кто же это интересный? «До не верьте, он даже шутит. Я даже не знаю. Ой, нет, пожалуй, мы пойдем, подожди. Не стесняйся, давай». Вменяли в вино Рязанова и пропаганду пьянства в его картине. «Ребята, выпьем за то, чтобы они оба были здоровы». «Ты с ума ссор, ты что, их рожаешь, что ли?» Но если бы режиссер прислушался к своим критикам и в угоду им стал менять фильм, не вышла бы той картины, которую мы все обожаем уже не один десяток лет. «Какая гадость, какая гадость, эта ваша заливная рыба». Так он про любовь снимал и про людей, и для людей. Поэтому такой успех. Он же не снимал тогда заведомо фестивальное кино, понимаете? Поэтому он на доступном языке рассказывал доступные истории миллионам. Поэтому пример восхитительной иронии судьбы, которую все знают наизусть. По жанру ирония судьбы это, несомненно, комедия. Но в первую очередь это фильм о любви. О любви взрослых людей со своими разочарованиями, которые почти перестали надеяться. А любовь неожиданно нашла их. Пусть и таким забавным способом. Ой, вот так хорошо. И еще... Почему в сущности незамысловатая картина с неправдоподобным сюжетом получилась такой тонкой и лиричной? Так притягивает нас к экрану какой-то необъяснимой магии каждый год. Оказывается, в то время Рязанов был сильно влюблен. Вообще, я бы должен сказать насчет любви. У меня есть такая точка зрения, понимаете? Любовь – это такое чувство, которое, к сожалению, испытали далеко не все люди, прожившие на Земле даже длинную жизнь. Некоторые принимают за любовь какое-то увлечение, сексуальную близость, влечения там разные. Но это любовь. У меня есть такое стихотворение – любовь, готова все отдать, когда она любовь. Рязанов с детства писал стихи. Их у него более 50. В основном это любовная лирика. В нашем фильме мы попросили прочитать стихи Эльдара Александровича и его любимых актеров, которых он снимал в своих картинах. Любовь готова все прощать, когда она любовь. Умеет беспредельно ждать, когда она любовь. Любовь не может грешной быть, когда она любовь. Ее немыслимо забыть, когда она любовь. Она способна жизнь отдать, когда она любовь. Она спасение, благодать, когда она любовь, полна безмерной доброты, когда она любовь, она естественна, как ты, когда она любовь. Самые известные стихотворения Рязанова прозвучали в его фильмах, ставшие в них песнями. Я словно бабочка к огню, стремилась так неодолимо. Какими были вы на старте, теперь не то, исчезла б рыть. Играйте на рисковой карте, не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь жизнь переменеть. У природы нет плохой погоды, каждая погода – благодать. Чтобы снять служебный роман, для начала Рязанов заручился согласием блестящего актерского ансамбля. Алиса Френдлих, Андрей Мехков, Олег Басилашвили, Светлана Немоляева, Лия Хиджакова. И работа закипела. Вы купили новые сапоги, Вера? Да вот еще не решила, Людмила Прокофьевна, вам нравится? Очень вызывающие. Да? Я бы такие не взяла. А на вашем месте интересовалась бы сапогами не во время работы, а после нее. Значит, хорошие сапоги надо брать. Он выбирал в своей картины актеров его группы крови по восприятию театра, кино и мира. Так мне кажется. И старается на эти клавиши нажимать. Очаровательную Френдлих предстояло обезобразить настолько, чтобы зрители поверили, что перед ними мымра. Мы называем ее «наша мымра». Конечно, за глаза. Художники по костюмам отыскали в костюмерных мосфильмах мешковатую, непонятного цвета одежду. Оператор картины Владимир Нахабцев принес старые очки своего отца. Увидев Алису Френдлих в таком виде, Рязанов не смог удержаться от смеха. Бывает и так, что великий мастер, очень мрачный человек, при этом снимает очень смешное кино. Для Саныча, если было смешно, он смеялся до смысл. То есть, когда заходится человек и просто останется не может, он был очень обаятельный человек. Фильм «Служебный роман» был удостоен государственной премии, а зрители полюбили его не меньшей иронии судьбы. Доброе утро, Ярочка. Арища, кого я у себя? Боже мой, кто это? Это я? Как я вам? А? Отпад! У Эльдара Рязанова в жизни был свой служебный роман. В конце 60-х на «Мосфильме» ему представили нового киноредактора Нину Скуйбину. Поначалу их отношения были сугубо рабочими. Рязанов тогда был женат на однокурснице Зои Фоминой. Воспитывал дочь Ольгу. Его была жена Зоича, была дочка, и была семья. Он из семьи ходил на Мосфильм на ту сторону дороги, с этой стороны жили, тут они снимали кино. Зоя тоже была режиссер, очень милая, славная такая, курносяпая. Такой тип, в общем, я потом поняла, что вот тип Гурченко, мой тип Зои, вот они вот, как бы, тип Эльдара Саныча молодого. Поэтому во второй части его жизни немножечко изменился, наверное, тип женщин. Нина Скуйбина на момент знакомства с Рязановым не так давно похоронила мужа, режиссера Владимира Скуйбина. У нее рос сын Николай. Он тоже стал режиссером. Если люди так друг друга любят, что, несмотря ни на что, не могут расстаться, и что, когда наступает возможность быть вместе, они реально счастливы и не расстаются потом вообще никогда, потому что мы с того, как они поженились, они практически не разлучались, они были все время вместе. Рязанов нередко заигрывал с актрисами, шутя, называл себя знатоком женской красоты, но не более того. Все знали, что у него крепкий брак с Зоей Фоминой. Однако в какой-то момент Нина Скуйбина стала для Рязанова больше, чем просто редактор или очередная привлекательная девушка с мосфильма. Рязанов все рассказал жене, и она отпустила его. Она давно все поняла. Они расстались мирно и общались всю последующую жизнь. А дочь Ольга всегда знала, что у нее есть отец. Он был очень таким надежным человеком. И было ощущение, что вот я за каменной стеной. Он был... Вот шел к своей цели всегда. И если он что-то такое обещал, он это обязательно выполнял. И вообще был замечательным отцом. Рязанову было 43 года, когда он женился на Нине Скуйбиной. В те годы он был по-настоящему счастлив, окрылен. Наконец-то все встало на свои места. В его фильмографии одна за другой появились замечательные лирические комедии. Ирония судьбы или с легким паром. Служебный роман. Вокзал для двоих. Вот здесь сидят два наших героя. Вот идите сюда, пожалуйста. Вот это Мила Варковна Бурченко. И Олег Малерьянович Басилашвилиска. Это, так сказать, любовная пара. А вы, Никита Сергеевич, вы, между прочим, от вас она уйдет к нему. Хотя, казалось бы, вроде бы вы помогли. В том сценарии, который я читал, этого не было. Нет, не надо лукавить. Даша, Виктор Сергеевич, у меня к вам один вопрос. Это ваша пятнадцатая картина. Да. Вы сняли пятнадцать картин. Существует ли какая-нибудь единая тема, которая сквозным действием проходит через ваши картины? То есть, ваша личная тема, которую вы ощущаете в каждой картине? Меня, в общем-то, интересует та вот прекрасная сердцевина людей, которой, я утверждаю, есть практически в каждом, если до нее докопаться. У вас нет того, что я ненавижу. Ненавижу? Вы настоящая, вы естественная. Да. Мне с вами легко. Да вы себе просто цены не знаете. Вы добрая, вы красивая, вы очаровательная, вы замечательная. Да. Вы прекрасная. Любой женский персонаж имеет черты матери в это время. Наверное, вообще ощущение вот этой вот нежности, любви, вот той искренности, вот того чувства, которые возникали и в иронии судьбы, и в служебном романе, и в других фильмах, снятых, когда они были вместе. Вообще все творчество Рязанова можно поделить на три периода. Пруба-пера, расцвет и последние годы. Вы не самые удачные. Дмитрий Трояновский, внук Эльдара Рязанова. Ему 30 лет. Он работает корреспондентом на одном из телеканалов. Сегодня вместе с нашей съемочной группой Дмитрий заглянул в киноклуб, который носит имя его деда. Это картина Рембрандта, или, как говорили в фильме, Рембрандта, которую похищали старики-разбойники. Что вы собираетесь делать? Отнесем ее на рекламацию. На реставрацию? Ну да. Я что-то вас первый раз вижу. У них тут такие раздутые штаты, что разве упомнишь их всех? Да, это верно. Вот этот паровоз взлетал в небо в небесах обетованных. Причем он действующий, то есть у него вращались колеса, двигались поршни, из трубы шел дын. Свой киноклуб Рязанов открыл в 2005 году, как своеобразный центр отечественной комедии. Жить без работы, где-нибудь на даче, как почетный пенсионер, Рязанов не мог. Признавался, я стадное животное, мне надо находиться среди людей. Казалось, еще совсем недавно в этих коридорах звучал голос Рязанова. С азартом Ильдар Александрович рассказывал о съемках и тут же с досадой вспоминал, какой ценой давалась ему каждая картина. Я подготовил тезисы и вот так сказать... Ильдар Рязанов с самого начала попал в черный список. Когда именитые мастера посмотрели отснятый материал его первой комедии «Карнавальная ночь», единодушно сказали «скучно» и бездарно. Вот видите, солидный человек, недоволен. Фильм все-таки пришлось выпустить. Нужна была новогодняя комедия. И вдруг ошеломительный успех. «Карнавальную ночь» посмотрело 50 миллионов человек. Картина стала хитом. Пять минут, пять минут. Бой часов раздастся вскоре. Помиритесь те, кто всорит. Казалось бы, теперь молодому режиссеру открыты все дороги. Выбирай сценарий, снимай. Рязанов вновь берется за комедию, только на этот раз сатирическую. Главный герой – дикарь, попавший в советскую действительность со всеми вытекающими отсюда последствиями. Боишься? А я-то думал, трус! Однако после выхода картины вместо дифирамбов режиссер и ждал сокрушительный удар. На 22-м съезде КПСС главный идеолог СССР, член Политбюро Михаил Суслов, с большой трибуны заявил, не пора ли прекратить субсидирование брака в области искусства, имея в виду фильм Рязанова. В тот же день эстрадный дуэт Шурова и Ракунина сочинил частушку. На Мосфильме вышло чудо с человеком ниоткуда. «Посмотрел я это чудо, век в кино ходить не буду». На киностудии зашептались. Рязанову конец. Инга, Инга, что делать? Что делать, Инга, что делать? Сухари сушить. Положение спас директор Мосфильма Иван Пырьев. «Надо снять что-то патриотическое, жизнеутверждающее», – подсказал он Рязанову. На носу было 150-летие Бородинской битвы. Чем не тема? Но вместо стандартного фильма Рязанов решает снять мюзикл. Герою с пышными усами, Навеки сердце мною, сердце мной дало, Давно ли были мы врагами? Давно, 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 давно. На роль Шурочки Азаровой пробовались Алиса Френдлих, Светлана Немоляева, Людмила Гурченко. Но Рязанов только качал головой. Не то. Через гусарский костюм явственно читалось женское начало. Я-то как раз девочка была, уж в чистом виде девочка. И, видимо, успех моей роли был зарыт в это, в эту тему девичества. Потому что, как бы женщина ни была худощава, что бы она там ни скрывала, все равно женская, из нее вылезает и в районе живота, и грудь. Видимо, чисто интуитивно Рязанов это увидел, когда я одела гусарский костюм. Он об этом не говорил никогда. Но он увидел, сказал, фу, ну все, пришла, какая мне надо. Не надо мне награды иной, чем право драться на войне за Родину. Позвольте вас просить награду эту. Заслужил носи! Крестами так швыряться не пристало. Не шпильки. Расскажи спасибо генералу. Рязанов убедился, если быть флюгером, прислушиваться ко всем и каждому, в фильме получится. Надо доверять только собственному чутью. Но он и предположить не мог, какую цену заплатит за свои принципы. Ни заслуги, ни регалии, ни народная любовь, ничто не зачтется. Рязанову придется бороться практически за каждый свой фильм. Я вообще ходил, потому что у меня... Вы знаете, что для того, чтобы поставить фильм «Берегись автомобиля», мне пришлось, что он был запрещен, что вот не фильм, а сценарий, что мне пришлось три года на это потратить, что мы с Бродинским написали повесть, что ее издали, что на нее была хорошая критика. Но три года пропало, три года жизни пропало. Это, вы понимаете, три года лучших, так сказать, вообще лет, когда мне было там, не знаю, сколько мне там было, 35, что ли, 36 лет, там, 37, вот что-то в этом духе. Они пропали, потому что не давали снимать фильм «Берегись автомобиля». И после того, как мы, значит, написали поезд, на нее была хорошая пресса, я пришел в ЦК, и там был новый человек, новый, каких-то, так сказать, новых веяний, и он разрешил, и мы, так сказать, после этого я это снимал. Защищайтесь, сударь. Я к вашим услугам. Вот этот трон использовался в фильме «Берегись автомобиля», в сцене, где они играли Гамлета. На самом деле, таких трона было два, но один не сохранился, а вот этот много лет стоял у нас на даче. Потом, когда открылся киноклуб и открылся этот музей, мы отдали его сюда, его отреставрировали, и вот сейчас он стал экспонатом. Но в отличие от обычных музейных экспонатов, тут написано «Садиться и фотографироваться разрешается». Вот Гамлет мой платок, лоб оботри. Но в третий раз, Лаэрт, вы не шутите. Деритесь полной силой. Я боюсь, вы неженкой считаете меня. Вам кажется? Начнем. «Берегись автомобиля» не хотели запускать, потому что сказали, ну что это, какая-то странная история. Кто этот Деточкин, то ли он положительный, то ли отрицательный. И вообще, вы не понимаете, какое кино имеет огромное воспитательное значение. Вот зрители посмотрят ваш фильм и начнут угонять друг у друга автомобили. Он, конечно, виноват. Но он не виноват. Свободу Юрию Деточкину! Юра! Лизанов молча проглатывал очередную горькую пилюлю от критиков. Не в силах изменить свою природу Я поименно помню всех врагов Обиды, шрамы, ноют в непогоду К прощению я, простите, не готов В самом себе копаюсь я капризно На свалке памяти я чертю что храню Обидчиков, повычеркнув из жизни Я их воображение хороню Конечно, признавать все это стыдно Я раскрыл свой неприглядный вид Я очень плох, и это очевидно Мое сознание летопись обид У памяти моей дурное свойство Я помню то, что лучше позабыть Хочу прогнать больное беспокойство Но не могу себя переломить Но критики невольно сослужили Рязанову хорошую службу Они закалили его Позже режиссера нельзя было уже испугать Ни разгромными рецензиями Ни проблемами на съемочной площадке Он научился бороться за свое кино Как, например, это было на съемках фильма Невероятные приключения итальянцев России А здесь есть свободный койка Сам видишь Неужели нельзя потесниться? Валете свободно Тебя бы туда положить остряк После выхода на экраны знаменитого Ватерлоу Сергея Пандерчука Итальянская кинокомпания задолжала мосфильму круглую сумму Расплатиться решили с помощью новой совместной постановки К счастью, в Госкино лежал готовый сценарий Рязанова и Брагинского О приключениях итальянцев в России Андрюша, ты хочешь заработать миллиард? Да! За наш общий успех Съемки этой картины впору было бы назвать Приключениями Рязанова в Италии Когда режиссер со съемочной группы приехал в Рим Их ждал, мягко говоря, прохладный прием На съемках итальянская сторона экономила на всем Выделила малоизвестных актеров Выдала старые потертые костюмы Вдобавок поселила съемочную группу В самую дешевую гостиницу на окраине Рима И когда их поселили в эту гостиницу паршивую То папа просто лег на кровать Не брился, чемодан не распаковывал Сказал, что он на работу не выйдет Пока их не... Что когда итальянцы приезжали То их принимали по высшему разряду Селили в лучших гостиницах И что пока им, значит, не создадут нормальные условия Он на работу не выйдет В итоге Рязанов добился своего Группе создали все условия для съемок А режиссер порадовал зрителей Очередной уморительной комедией Я лично по ресторанам не хожу Я дома обедаю У меня жена замечательно готовит А рестораны это совсем другое ведомство Мы помним Эльдара Рязанова довольно полным мужчиной То, что у режиссера хороший аппетит, знали все Некоторые зрители кинопанорамы, которую вел Рязанов Даже присылали ему в письмах диеты А некоторые открыто стыдили режиссера За его тучную фигуру Но Рязанову было некогда думать о Висе Работа занимала все его время Я помню, что когда он ездил на Волге У него, он менял пальто каждый год Потому что в Волге не отъезжало сиденье назад И он протирал рулем За одну зиму Себе плешь на животе Просто насквозь, до основы А ведь в юности Рязанов был весьма стройным юношей Эльдар Рязанов родился в Самаре Вскоре их семья переехала в Москву Где отец будущего режиссера Работал начальником винного главка Впрочем, его Рязанов почти не помнит Родители развелись, когда ему было 3 года Позже мама вышла замуж второй раз И родила Элику брата Михаила Мама работала в это время домохозяйкой Потому что у меня был младший брат Который на 13 лет моложе меня И, значит, его надо было расти Мы жили на краю города В поселке Красный Камень Рядом с лагерем заключенных И станции, железнодорожной станции Смычка Я ходил в школу через 26 путей Под поездами, через поезда Иногда поезд трогался Уже в трогающийся поезд Надо было попасть в школу До которой было час ходу И морозы там были довольно свирепые Эльдар видел себя на мачте корабля Проплывающем страны и континенты А позже седым писателем Который пишет захватывающие романы Но судьба распорядилась по-своему Случай занес его в приемную комиссию Института кинематографии Рязанов заглянул туда за компанию с другом Это было, слава богу, мне так повезло Что я стал режиссером Благодаря этой профессии Я прожил много жизней Понимаете, я жил с нищими В фильме «Небеса обетованные» Я жил с железнодорожниками В фильме, значит, когда Я снимал фильм К столетию Октябрьской железной дороги Я жил с пароходчиками Там, если мы возьмем Жестокий романс Можно, капитан? Пожалуйста, пожалуйста Кузьмич, милый, мы их обогнали Спасибо Это для нас пустяки, барышня До свидания, Кузьмич До свидания, барышня Когда Рязанов взялся за экранизацию Беспреданницы Многие сомневались Сможет ли комедиограф Оселить драму? Рязанов рискнул Как и доверить главную роль Дебютантке Ларисе Гузеевой Я совсем была не Героиня Островского Вот совсем Я приехала Ну, в рваных штанах Естественно, взяла Девушка модная Длинные волосы распущенные В сандалиях каких-то Я была левых Вот Меня попробовали Один-единственный раз То есть меня не мучили Знаете, когда режиссер сомневается Он 45 раз вызывает актрису Пробует с одним героем С другим У меня был один-единственный день Проб Единственный раз Мне Эльдар Александрович сказал Что ты хочешь как солдат? Он говорит Ты же девушка Там, вот 19 век Ты должна быть поженственнее Сегодня этот фильм Рязанова Уже стал классикой А после премьеры жестокого романца Критики разнесли его в пух и прах Рязанова клеймили за то Что он исказил смысл пьесы И не сумел правильно передать атмосферу Казалось бы, Рязанов уже все всем доказал Но его все равно продолжали ругать А он продолжал болезненно реагировать на критику И вовсе не потому, что считал себя идеальным режиссером Просто болел душой за свои фильмы Которые были для него как дети Эльдар Александрович сделал картину «Гараж» Замечательное кино Мне очень понравилось Но тут же набросились и какие-то чиновники И науськанные критики Которые стали кусать картину с разных сторон Выхожу из масс-фильма Перехожу через дорогу Оттуда он там жил где-то напротив Тогда в каких-то домах Идет Рязанов Да я подхожу и ничего лучшего Я не придумала, как сказать А мне картина понравилась Вот это «а» Он долго не мог мне простить Потому что действительно глупость Всем значит не нравится А мне, ты же понимаешь, понравилось Но вопреки всем критикам Зрители вновь и вновь голосовали За Рязановские фильмы Рязанов для меня был действительно Абсолютным божеством Человек На фильмах Которого Пошлая фраза Я на вас выросла Но я на них выросла Вскоре Татьяна Дугелева Тоже была приглашена Рязановым На главную роль в картину Забытая мелодия для Флейта Флейта Я только что ушел с работы Совсем Ради тебя Что? Ради меня? Так Убирайся отсюда Нет, нет, нет Леня, я прошу тебя Уходи Я прошу тебя Прости меня, ради Бога Я люблю тебя Я не могу Тебя любить Работа с новой актрисой Поначалу не задалась Рязанов временами Выходила с себя И Дугелева с ужасом ждала Что ее вот-вот заменят Но на помощь Всегда приходила Жена режиссера Нина Она такой была Тихий ангел У нее был очень тихий голос Она все время стояла сзади Где-то в стороне Милейшая женщина Со стрижкой Вы понимаете? И она имела огромное влияние На его На Эльдару Александровичу Огромное Она вот тихим Таким своим влиянием Она его Этого неуемного Человека Иногда его энергия Перескакивала Иногда Она его так берега Так тихонько Берега такая Была И всегда в тени И всегда незаметна И всегда тихая Тогда Рязанов и не предполагал Что его семейному счастью Оставались считанные годы В 1993 году Нине Скуйбиной Поставили страшный диагноз Рак Один из лучших хирургов-онкологов Провел сложнейшую операцию Каждый вечер после работы Рязанова в нарушении всех правил Пускали к жене в реанимацию В первое время Было ощущение Что появилась надежда Хотя операция была тяжелейшая Это было очень страшно Ну и Дальше Рязанов повез Мать В Германию В клинику С целью понять Что делать дальше И там выяснилось Что К сожалению Операция только продлила срок Но Исцеление не дала Там назначили терапию Насколько я понимаю Это В основном было для успокоения Нас и матери Вот и все Так что Они вернулись из Германии Жили на даче Ильдар от него не отходил Страшные Мучительные Семь месяцев Нина угасала Уходила на его глазах Она до последней минуты Держала при себе Смятый листок бумаги На котором рукой Ильдара Были написаны стихи Для нее Когда я просто на тебя смотрю То за тебя Судьбу благодарю Когда твоя рука В моей руке То все плохое Где-то вдалеке Когда щекой К твоей я прислонюсь То ничего На свете Не боюсь Нина ушла из жизни Когда ей было 64 года Они прожили с Рязановым Вместе больше 20 лет Мало кто знает Что 67-летний Рязанов Тогда поставил точку В своей карьере Он не собирался Больше снимать кино Он установил На могиле жены Расколотый на две Половины камень На одну установил табличку С ее именем Другую Приготовил для себя У него было ощущение Что вообще непонятно Как жить дальше И стоит ли жить дальше Но человек выбирает себе Место где он будет лежать А что вы говорите Слава богу Что это не так Понимаете Слава богу Что еще целый Огромный кусок жизни Что были фильмы Что была Эмма Которая И поддерживала И помогала И лечила И Хочется легкого Света Нежного Раннего Хрупкого И пусто порожнего И безрассудного И безмятежного И Прочезабытого И Невозможного Эльдар Рязанов И Эмма Обайдулина Ставшие его Третьей женой Впервые встретились На московском Кинофестивале В середине Восьмидесятых Она работала В Свердловском Бюро Пропаганды Киноискусства Через несколько лет Была еще одна Случайная встреча Позже Рязанов И Обайдулина Часто пересекались В союзе Кинематографистов Эмма Валерьяновна Эмма Это моя жена Значит И Я могу сказать Что В этом смысле Мне Очень повезло Просто Извини что Скучно довольно Это произнес Как-то без огня Без огня В глазах Такой как текст Будто у тебя здесь Текст написан Я должен сделать Да Дубль второй А что ж ты Акстерами работаешь Дорогие зрители Это моя жена Эмма Вы себе не представляете Как мне повезло В жизни Что я женился Именно на этой женщине А ведь мог бы жениться На какой-нибудь другой Но я тут не промахнулся Я выбрал то Что нужно Сейчас нормально Идем Снято Через год После смерти Нины Рязанов По признанию друзей Нашел спасение В Эмме А вместе с новыми отношениями Режиссеры появились И новые сценарии На дворе 90-е Мощная советская киноиндустрия Шла ко дну Все кто мог Бежал с корабля Рязанов же С прежним упорством Снимал свои комедии Привет дуралеи Тихие омуты Ключ от спальни Старые клячи Перед тем Как суд удалится На совещание Каждый из подсудимых Имеет право На последнее слово А можно мы все вместе? Ну вообще Это не принято Но в порядке исключения Пожалуйста Если вы устали жить И страдать И вам хочется Кого-то Послать Сохраните Свою гордость И стать И зазря Не надо Мать Поминать Увы, зрители приняли Новые картины Рязанова Без восторга Режиссер, который Всегда попадал в десятку Впервые не почувствовал Никакой отдачи Но это можно объяснить Слишком много испытаний Выпало на долю Рязанова Смерть любимой жены Сильно подкосила его Будто что-то вырвали из души То, что помогало ему Творить шедевры Я знаю только Что Ему нельзя было плохо Говорить о фильме Его И нельзя было говорить Что не понравилось И это знали не только Я Я помню Ширвин там Разговаривала Какой-то фильм Мы обсуждали И что-то И он мне говорит Я вообще Это самое Не хожу на всякий случай На какие-то фильмы В которых сомневаюсь Потому что он говорит Один раз я ему сказала Да что-то как-то Не то Он со мной полтора года Не разговаривал Теперь я лучше говорю Что я не смотрел Вскоре Рязанову Пришлось пережить Еще одну потерю В 98-м году Скончался Эмиль Брагинский В соавторстве С которым Рязанов написал Сценарий Почти ко всем Своим картинам К тому же Развалился Советский Союз Пришли новые нравы Не виданные Во всех смыслах Свобода Рязанов Впрочем Как и многие Блестящие режиссеры И его ровесники Не смог писаться В новое время Понять Что теперь смешно А что нет По тоску Обью Подлеца Что Получай Писок Вот когда Началось В угоду И на потребу Когда время Как будто бы требовало А он в этом Ничего не понимал Абсолютно Поэтому фильмы Ну не пересматривают же Его последние Да Картины Слишком много испытаний Слишком много потерь Рязанов Мужественно Продолжал снимать кино Но вернуться На былую высоту Уже было невозможно При всем уважении К мастеру Зрители вздыхали Рязанов Уже не тот Критики Несчатно Бичевали режиссера Но вернуться На былую высоту Уже было невозможно При всем уважении Свои приспособления Я никогда не клянчил Не просил Карьерный Не обременен Заботой Я просто Сочинял По мере сил И делал это Сердцем И охотой Но невозможно Без конца черпать Колодец Небездонным Оказался А я привык Давать 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 И очевидно Вдрызг Поиздержался С годами Рязанову Приходилось Все труднее Держаться На плаву Каждый раз Он давал себе За рог Не снимать Больше кино Но одна история Долгие годы Не давала ему Покоя И он решился Фильм Сказка о жизни Ганса Христиана Андерсена Стала последней Работой Эльдара Рязанова В кино Он ведь Подступался К личности Андерсена Уже давно Уже давно Им был Придуман фильм О жизни Сказочника Вот может быть Может быть Вот что-то такое Может быть Так сказать Проникая Туда Вот в В глубины Таланта Сказочника И примеряя его На себя Может поэтому Он себя Называл Сказочником Я не знаю Потом Потом Сказочники Ну да Ведь Добрые вещи Делают Они же делают Добрые вещи Источают доброту Вдруг Вдруг Стук в дверь Я говорю Войдите Войдет Женщина Кстати Иногда Она Очень похожа На Феркин Генриетту И едва слышно Происносит Я сказка Я пришла Тебе помочь Он всегда Называл меня Моя бабенка Ну бабенка Производная Бабенка Когда я смотрела Как он носился Бегал От монитора К площадке И как он Садясь за Монитор Вообще Превращался В ребенка У которого Распахивались глаза Несмотря на Там 12-14 Часов Съемок Я подумала Как мне не стыдно Вообще Как я могу Говорить Какой-то Усталости Вы шутились? Ну конечно Я догадался В последние годы жизни Эльдар Александрович Признавался Что живет Только благодаря Эмме Эмма вообще Она В нашей семье Выполняет Очень много функций Она Шофер Садовник Значит Она Кухарка Не сказала Главным Потому что Она просто Мой редактор И художественный Руководитель Тут И И по любви И по расчету Брак Ооо О чем вы говорите Женется по любви Нет Я ничего Я ничего не знал Про это Это я потом Выяснил Я многого и не умела Я например Машину водить не умела Я могу Совсем уже Еру заплачить Она и готовить не умела А сейчас она готовит Потрясающе Вот я думаю так Телезритель сейчас Смотрит И думает И как же Ильдар Саныч мог жениться На такой женщине Которая Дурак был А дурак был Которая ничего не умела Даже Я же этого не знал Ты не знал Я это потом А значит Влюбился Да Просто влюбился Эмма Абайдулина Всегда присутствовала На всех съемках мужа Чтобы быть на подхвате Это очень большой Книга не должна так лежать Она просто должна Как напоминание о том Что ты большой писатель Вот так все Представите как мне хочется Перевернуть ей шею Вот так И все Головку отвернуть И заменить на другую Не Заменять на другую Бестолку Это все Так ребята Их смотрите пожалуйста Вот Муша Ильдар Саныч Не по этой части Вот это Начинается Вот эти заломы Пиджак Не знаю что Элик Сиди прямо Муша Вот такой начинается Не умеет Так Все Я пошла Я лучше Иди Бог подаст Вряд ли он подаст Правда Ну не важно Все хорошо Слушай Заеду с Богом Все хорошо Обещаю Не расплываться Не Ты не уходи пока Пока ты не уходи Эмма Ну ладно Придет Стихотворение Мне нужна Книжка моя Стихов Что что Замечательно поет Эмма У нее голос И шел слух Потрясающий Просто И она Один раз Помогла мне Чтобы Когда Композитор Написал Песню Мы не могли Найти Исполнителя Он сказал Ну спойте сами Я сказал Да ну вы что С ума сошли что ли И Эмма Мне помогла Надо Благодарно Принимать Надо Благодарно Принимать Эмма Валерьяна Она Такой Ангел Который Сзади него Оберегал Его Критиковал Его Он мог Злиться на нее Он мог Ей там что-нибудь Такое сказать Но Она всегда Была рядом Всегда Начиная с 2010 Года Периодически Появляли сообщения О том Что Рязанов Госпитализирован Но каждый раз Он выкарабкивался Зрители Принимали эти новости Со вздохом Облегчения Никто не хотел Верить Что любимый Режиссер Может уйти Из жизни Никто Кроме него Самого В одном Из газетных Интервью На вопрос Что вы планируете В будущем Рязанов Ответил Я планирую Умереть И добавил Не надо Драматизировать Мои слова Я говорю Их спокойно И без всякого Надрыва Я хотел бы Быть молодым Щенком Чем старой Райской птицей Понимаете Нет Я прав Потому что Молодой щенок Это не возрастная Категория Это категория Душевная Тебе может быть Ты можешь Тебе может быть 20 лет А ты старая Райская птица Тебе может быть 90 лет А ты молодой щенок Нам кажется Рязанов Всю жизнь Был именно Таким Молодым Щенком Ему всегда Было интересно Жить Интересно Снимать Любить Увы Здоровье Сильно Подкосило Его К концу Жизни 21 ноября 2015 Год Рязанов Попал В одну Из московских Клиник У 88-летнего Режиссера Развелась Отдышка А в ходе Обследования Медики Обнаружили Жидкость В легком Многие На этот раз Затаив Дыхание Ждали Что Эльдар Александрович По доброму Ворча На больничный Режим Вот-вот Вернется В свой Уютный Дом В подмосковных Ватутинках Но в ночь На 30 ноября Рязанов Ушел Из жизни В старинном Парке Корпусы больницы Кирпичные Простые Корпуса Как жаль Что не учился Я молиться И горько Что не верив В чудеса А за окном Моей палаты Осень Листве Почившись Скоро быть В снегу Я весь В разброде Не сосредоточен Принять Несправедливость Не могу Что мне теперь До участи народа Куда пойдет И чем Закончит Век Как умирает Праведна Природа Как худо Умирает Человек Мне здесь Дано Уйти И раствориться Прощайте Запахи И голоса Цвета И звуки Дорогие Лица Кирпичные Простые Корпуса 27 октября 2017 Года В Самаре Открыли памятник Эльдару Рязанову Простой И не пафосный Знакомый Всем большой Человек Сидит на скамейке У дома Где родился Любовь его К Самаре Она В какой-то степени Даже для меня Осталась Догадкой Жизнь Слава Богу Распределилась Таким образом Что последние 20 с лишним лет Это был Роман Любовный Нежный Постоянный Сердечный Не знаю Как еще сказать Взволнованный Роман Ильдар Санчев С его Родным Городом Городом Самара Все фильмы Эльдара Рязанова Сделаны С большой Любовью В каждой Из них Режиссер Вложил Частичку Своей Души И это Чувствуется Поэтому Картины Рязанова Так нежны И светлы И так Любимы Зрителям Навсегда КОНЕЦ КОНЕЦ